Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пробежать 300 километров за 7 дней – с какой целью бизнесмен собирается устроить длительный забег из Анапы в Сочи? Сегодня журналистское сообщество Анапы простилось с членом Союза журналистов России Владимиром Александровичем Мальцевым. Всю свою жизнь он посвятил журналистике. Многие годы трудился в местных газетах, активно печатался в краевых изданиях, был собственным корреспондентом федеральных СМИ, возглавлял пресс-службу администрации Анапы, работал редактором телерадиокомпании «Анапа-регион». Даже оставаясь на заслуженном отдыхе, он продолжал активную журналистскую деятельность. В прошлом году к 170-летию курорта подготовил цикл очерков «17 мгновений Анапы» в газете «Анапской Черноморье», продолжал делать обзоры главных спортивных событий города. Его публицистическое наследие стало значительным вкладом в летопись нашего города-курорта. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Сегодня в Краснодарском крае стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Он проходит под девизом «Святое дело Родине служить». В Анапе цикл патриотических мероприятий открылся автопробегом и митингом в сквере боевой славы. У «Вечного огня» собрались представители городской администрации, совета ветеранов и других общественных организаций. Участники локальных войн, студенты, школьники и простые анапчане. Все, кому не безразлично прошлое, настоящее и будущее родного города. Особое внимание я бы хотел уделить тому, что в настоящее время, как никогда в нашем городе, отмечается самая лучшая работа, именно посвященная патриотической работе и воспитанию молодежи. Благодаря старшему поколению, благодаря нашим наставникам, те, которые сегодня рядом с нами стоят, герои Афганистана, герои Великой Отечественной войны, герои Чечни, которые в локальных войнах проявили себя самым необычайным способом, то, что отстояли честь и независимость нашей Родины. После минуты молчания и троекратного залпа были возложены венки от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, главы Анапы Сергея Сергеева и представителей казачьего районного общества. Также цветы возложили и все участники митинга. Торжественный старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы дан. В течение ближайших недель в его рамках в Анапе пройдут уроки мужества, круглые столы, экскурсии и походы по местам боевой славы, а также военно-спортивные соревнования. Уже в конце этой недели состоится встреча поколений. 27 числа состоится встреча блокадников Ленинграда с молодежью, которая пройдет на базе Центральной библиотеки. И будет встреча также нашей анапской молодежи, анапского юноармейского отряда с молодежью на Всероссийском форуме «Я патриот России», который пройдет у нас в СМИ. 2017 год ознаменован важным событием для Кубани. В этом году Краснодарский край отмечает свой 80-летний юбилей. В рамках этого знаменательного события проходит краевая поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани». Ее цель – возвращение забытых имен земляков, посвятивших себя служению нашего края. Славные имена анапчан, ныне живущих и безвременно ушедших героев, также войдут в историю Кубани. В завершение митинга состоялся автопробег по всем памятным местам боевой славы Анапского района. Улица Садова – олицетворение современного строительства. Роскошные дома, высокие заборы и разбитая дорога. В этом году здесь начнется прокладка нового дорожного полотна. О нюансах будущей работы в разговоре с жителями. За высокими заборами на Садовой – красивые дома. Вот только высокие заборы оградили муниципальную землю незаконно. Хотя по большинству дворов можно судить, что сделано это основательно, на века. На собрание жильцу улицы пригласили специально в конце рабочего дня, чтобы смогли принять участие как можно больше людей. Будущая дорога – общая боль, но и общая забота. Вы должны подойти и узаконить эти земельные участки. То есть без предоставления земли мы с вами можем заключить договор под благоустройство. То есть вы должны все благоустроить, посадить зелень, цветы, чтобы это было. Вот такие заборы, чтобы вы не выставляли. Вы не можете этого сделать, потому что эти участки будут без предоставления земли. То есть только для благоустройства. Все. Если вы будете нарушать правила, которые мы пропишем в договоре, то мы вынуждены будем отнять у вас эти земельные участки. Поэтому, если вы согласны, пожалуйста, подходите в управление имущества и будем это оформлять. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова ответила на многочисленные вопросы о сроках начала работы Айта Лето этого года, о том, что по улице предусмотрен тротуар. От жителей же поступило предложение до начала строительства дороги выкопать вдоль по улице Арык. Вы долго терпели. Спасибо за терпение. Все это понятно. Но теперь в этом году мы будем строить эту дорогу с отводом сточных вод. Взять, закопать здесь эти деньги, а потом прийти и сверху сделать ливнеотвод и дорогу, это как бы не совсем правильно. Обращаться так с бюджетными деньгами. Поэтому придется немножко еще подождать. И в этом году мы эту дорогу будем строить. Поздравление сегодня принимает руководитель одного из самых престижных учебных заведений, директор Анапского филиала Московского педагогического государственного университета Елена Некрасова. Кроме того, Елена Анатольевна вот уже 13 лет как депутат Совета муниципального образования. А еще заботливая жена и мама двух замечательных детей. Свой день рождения именинница также, как и всегда, провела в рабочем режиме. И своими секретами о том, как найти баланс между общественной деятельностью, преподаванием и личной жизнью, поделилась с нашей съемочной группой. Ежедневно утро Елены Некрасовой начинается с обхода. Сегодня в Анапском филиале МПГУ обучается больше тысячи студентов. Помимо профильного направления подготовки учителей, здесь преподают дизайн и прикладную математику. В планах у Елены Некрасовой добавить к этому списку финансовый менеджмент и лингвистику. Елена Анатольевна руководит филиалом вот уже 14 лет. А началось все в далеком 95-м году, после окончания Краснодарского института. Почувствовала, что мне нужно второе высшее образование и почувствовала, что это должно быть юридическое образование. Я пришла к директору филиала. И директор филиала мне предложила не просто поступить в филиал на юридический факультет, а еще предложила работу. Я и осталась работать. И вот 22 года назад я пришла работать в филиал и до сих пор здесь. По стопам Елены Анатольевны пошла и ее ученица Светлана Рюмкина. Она закончила колледж при филиале, но решила продолжить обучение. Сейчас получает два высших, изучает психологию и иностранные языки. Работает здесь же на кафедре. Что хочет в жизни, знает точно. Пример Елены Некрасовой перед глазами. У меня была такая цель остаться здесь, потому что, во-первых, я очень люблю свой университет, в котором я обучаюсь, обучалась и продолжаю это делать. И внести свой вклад в развитие филиала. То есть все, что я могу сделать. Самой Елене Некрасовой в этот день почту разобрать так и не удалось. Сегодня она принимала поздравления от коллег и друзей. Пожелания процветания и сами цветы, как она любит, весенние. Говорят, что они очень похожи на ее характер. Очень добрый, справедливый и позитивный. В глазах всегда огонь, что заражает всех коллег. Именно это, наверное, и позволяет ей совмещать хлопотную должность директора с активной общественной работой. В очередной раз избиратели доверили ей представлять свои интересы в Совете муниципального образования. Вот уже 13-й год, депутат 9-го округа. Маленький, хороший, уютный город, в котором можно решать массу вопросов в один день, а не тратить один день на решение одного вопроса. Второе, на мой взгляд, мне очень помогает мой коллектив. Это и сотрудники моего филиала, и студенты. Мы сейчас перед Новым годом делали массу новогодних мероприятий. Мы делали две благотворительные елки для детей из приемных семей, для деток из коррекционной школы. Вот эти елки благотворительные делали мои студенты. То есть они сами выступали, они были артистами. Мы поздравили ветеранов. 59 человек, мы поздравили ветеранов и пожилых людей. Отметьте, день рождения сегодня не получится. Уже завтра Елена Некрасова уезжает в служебную командировку. Все самые главные поздравления будут на выходных в кругу семьи. И здесь она не депутат и успешный руководитель, а просто заботливая жена и любящая мама. Сразу две юбилейные даты отметил на этой неделе еще один выдающийся анапчанин Валерий Валиев. Краевед, историк, автор множества статей и книг об Анапе. Одна из них, город воинской славы, была написана в честь присвоения Анапе этого высокого звания. 75-летию со дня рождения и 55-летию педагогической, литературной и краеведческой деятельности Валерия Валиева была посвящена встрече в Центральной библиотеке Анапы. Валерий Валиев – творческий человек. За свою многолетнюю деятельность он отмечен наградами. Лауреат Международной премии Александра Небольсина. Почетный работник общего образования. Заслуженный испытатель космической деятельности. Академик Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. В писательской среде он пользуется большим уважением. Как признается сам юбиляр, самым главным трудом стала книга о любимом городе. Конечно же, подготовка и работа над книгой Анапы – город воинской славы. Потому что именно нам, краеведам и историкам, удалось собрать тот материал об истории нашего города, который позволил администрации города и совету ветеранов городскому подать документы на присвоение Анапы – город воинской славы. И работа над этой книгой мне позволила более глубоко узнать нашу боевую, воинскую историю, вклад Анапы в общую историю военную нашей страны. Поздравить юбиляра пришли многочисленные гости – коллеги по космодрому и боевому братству, педагоги и ученики гимназии «Аврора», а также молодежная организация «Радмир». На встрече была представлена интересная выставка многочисленных наград и писательских работ Валерия Александровича. Впрочем, знаменитый краевед не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас в разработке очень серьезный и важный проект. Последняя работа, которой сейчас работаю, вместе с темрюкскими, город Темрюк, с обществом несовершеннолетних, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, мы собрали почти 200 воспоминаний бывших малолетних узников фашистских лагерей. И вот, надеюсь, что скоро выйдет такая книга, вот их воспоминания об этом страшном периоде. Даже в свои 75 Валерий Валеев остается энергичным и бодрым. Он все время в поисках чего-то нового, признает, что постоянное движение вперед и есть секрет его успеха в жизни. Движение – это жизнь. Поэтому надо двигаться, надо участвовать в разных мероприятиях. Не сидеть, как лягушка в болоте, а надо участвовать, выступать, предлагать что-то и делать самому. Поэтому я вот в свои 75 лет почти 10 раз могу подтянуться на турнике. А вы, молодежь, вот в вашем времени можете подтянуться хотя бы 5 раз или 10. Вот, поэтому движение. Главное – двигаться и участвовать во всех интересных делах. В Анапе завершился второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Соревнования по профессиональному мастерству проходили на площадках 25 колледжей и техникумов края. Анапа принимала состязания по четырем направлениям, предложив в качестве пробной новую компетенцию виноделия. На базах колледжа «Сферы услуг» и Анапского сельскохозяйственного техникума соревновались 40 поваров, мастеров по выпечке осетинских пирогов, ландшафтных дизайнеров и молодых предпринимателей. Последние разрабатывали идею сувенирной продукции для Краснодарского края и Анапы, за что получили высокие оценки от экспертов. Оценку отлично получили и площадки ландшафтной дизайны, и новая компетенция виноделия, которая, возможно, получит дальнейшее развитие в главном финале страны. Повара также достойно представили свое направление. Участникам предстояло приготовить шесть блюд. Причем изюминкой были блюда с рыбой. Упор делался на дары Черного моря в рамках развития в нашем регионе нового направления «Черноморская кухня». Эксперты отметили, что все блюда молодых профессионалов получились по-настоящему выставочными. У нас было 42 участника. Из 42 участников в финал вышли 10. И из 10 участников мы должны выбрать одного, который дальше поедет на соревнования, который будет соревноваться с поварами или с обучающимися из других профессиональных образовательных организаций. Их будет 76. Из 76 нужно будет отобрать 15, которые будут участвовать в национальном чемпионате. То есть в чемпионате Российской Федерации. Это очень высокий уровень. Во время проведения чемпионата ученики 29 анапских школ побывали на мастер-классах, посмотрели на работу своих старших товарищей и, возможно, кто-то выбрал для себя будущую профессию. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Впоследствии из него сформируется команда, которая будет отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате в Абу-Даби с 14 по 19 октября. Пробег от Анапы до Сочи за 7 дней решил совершить российский предприниматель. Сделать это он собирается с благотворительной миссией. С помощью забега Петра Зазуля планирует собрать 360 тысяч рублей для детей с синдромом Дауна по 1 рублю за каждый метр пути. Жизнь-перезагрузка. Так называется благотворительный забег, большая часть которого пройдет в предгориях Кавказа рядом с побережьем Черного моря. Каждый день в течение недели Петру придется пробегать настоящую марафонскую дистанцию в 42,2 километра. Максимальный дневной пробег может достичь 80 километров. Автор проекта решил возложить на себя такую нагрузку для поддержки детей с особенностями развития из фонда «Синдром любви». Очень хочется символично собрать по рублю на каждый метр пройденного пути и таким образом поддержать детей с синдромом Дауна. Я хочу попросить вас поддержать меня на этом забеге, потому что каждый рубль я буду чувствовать и он будет придавать мне сил, чтобы вместе с вами достичь поставленной цели. Стартует марафонец 23 февраля из Анапы. В Сочи он планирует прибежать с 1 марта. В настоящий момент в пользу проекта уже перечислено более 81 тысячи рублей. Поддержать забег и помочь собрать необходимую сумму для подопечных фонда можно на сайте сделай.орг. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ